Денечка, так интересно наблюдать, как стирает машинка стиральная. Прямо лёг по дверью. В такую погоду, вообще, честно говоря, залезть бы под одеяло и лежать бы ничего не делать. Но я такой человек, я не могу. Скажи банан. Банан. Ой, молодец. На, получи банан. Всё, иди кушай. Привет. Скажи, привет. Привет. Ой, молодец какой. Ой, какой молодец. Всем привет. Начинаю новый влог или продолжение старого. Сейчас я дома осталась одна. Денечка в садике. Доча побежала по своим делам. Я так люблю дома находиться одна. Спокойно видосик сняла сейчас для вас. Сейчас буду монтировать. Спокойно кушать приготовила, полики помыла. В общем, сделала все свои дела. Сегодня я приготовила тушёное мясо и пюре. Ну, пюре будет дочка есть. А я буду есть мясо. И салатик ещё нарежу. И буду салатиком свежим есть. Но это будет уже на ужин. Сегодня пятница. Рабочая неделя заканчивается. Денечка будет дома в субботу-воскресенье. Поэтому я уже так порядочек бензина вела, всё перестирала, всё сделала. В общем, хозяйка. Умничка. Ну, и доча вырвалась тоже там сейчас. Она дома сидела, пока болела. Но она ещё не совсем выздоровела. Ушки там у неё ещё заложены. Но она уже дома засиделась. И ей прям уже не сидится. И она уже говорит, всё, уже хочу выйти на воздух, пройтись куда-то по делам. В общем, уже вырвалась, как говорится, на свободу. А я сегодня Денечку отвела в детский сад. Думаю, попробую завести свою машину. В понедельник хочу всё-таки съездить уже домой на несколько дней. Пора отдохнуть. Уже высторовели. То мы пока болели тут вместе были. Лечились вместе. Лекарства одной тоже принимали. Ну, в общем, сейчас как бы уже получше. Ну, и потом же я боялась оставить её. Она больная с детём. Тоже ж как бы тяжело. Так-то я на подхвате. Если что, мы по очереди. Кто в состоянии, тот в садик и ведёт. Как говорится. Так что пора уже домой поехать и у себя отдохнуть. Ну, думаю, может быть, в понедельник, если всё нормально будет, значит, может быть, домой поеду. А сегодня утром Денечку отвела. Думаю, заведу-ка я свою машину. Она мне две недели простояла. Я ни разу её не заводила. Так-то я хоть раньше хотя бы раз в неделю спускалась, прогревала её. Короче, она не завелась. Аккумулятор сел. А у Селены недавно тоже аккумулятор садился. Она вызывала машину, которая приехала. И там прикуриватель подкурили и, в общем, завели. Ну, вот и мне придётся в понедельник вызывать машину. И чтобы мне дали подкурить, как говорится, и завести машину. Ну, я думаю, ничего страшного. В общем, всё это делается, всё это дело уже детское. Сейчас у меня пока там грузится. Решила, думаю, начну новый влог. За Денечкой пойду сегодня забирать. Доча там, она просто позже приедет уже. Так что Денечку не забирать сегодня. Ну, и будем играться опять вечером. Не знаю, мне удастся снять или не удастся, посмотрим. Просто когда доча дома, то мы хотя бы по очереди снимаем. А если я начинаю его снимать, когда он играет, и он только видит, что я начинаю снимать, всё, бросает все игрушки и бежит быстрее посмотреть, что я там делаю. Ну, в общем, не удаётся мне его застать врасплох, как говорится. А вообще, так иногда интересно посмотреть со стороны. Такой деловой там что-то делает. Доча мне подарила две губные помады Фаберлик. Одна розовая, а другая вот сейчас на мне. Но она такая сиреневая немножко. Ну, мне они нравятся. Во-первых, такая мягкая текстура, прям вот такая вот кремовая. На вкус приятная. Вообще, вот как бы вот приятная губная помада. Класс. И та мне нравится, так она посветлее, розовее. Ну, я вот тоже пробовала сегодня, решила вот эту попробовать. Я думаю, что вот такая губная, более сиреневая, она подойдёт к более сиреневым тонам. Ну, я сейчас в домашнем, так как я проветриваю, пока никого нету, я проветриваю помещение. Я люблю всё время открывать окно, открывать, закрывать, чтобы свежий воздух. Когда ребёнок дома, значит, этого мы делать не можем. Доча сейчас болеет, этого мы делать не можем. Поэтому приходится урывать какие-то моменты. Сейчас вот оделась, у меня такая тёпленькая, тёпленький костюмчик. Сижу и проветриваю помещение, дышу свежим воздухом. А на улице вообще пасмортно, и гулять не очень-то хочется выходить. Ну, только в магазин, только в детский садик. В такую погоду, вообще, честно говоря, залезть бы под одеяло и лежать бы, ничего не делать. Но я такой человек, я, ну, не могу. Ну, по крайней мере, здесь я не могу почему-то днём вот лежать под одеялом и ничего не делать. Потому что здесь мне всё время кажется, что я должна что-то сделать. Мне нужно что-то сделать. Хожу себе, накажу работу и что-то делаю. А дома я могу иногда, когда вот я знаю, что у меня как бы есть свободное время. Ну, вообще, честно говоря, до блогерства я могла там днями даже валяться и лежать сериалы вообще, детективные. А сейчас я думаю, что надо что-то снять или надо подумать о том, что снять, нужно что-то подготовить. Ну, в общем, у меня сейчас такая дуга идёт, какая-то жизнь пошла, вот такая вот движение активное. И просто так валяться, ну, может быть, там, один день в неделю ещё можно себе позволить. Ну, в принципе, вообще отдыхать нужно, но как бы не так сильно переутомляюсь. Когда я на работе работала вообще там по 10 часов, по 11 часов в день, на ногах целый день, и целый день говорить, и целый день думать. В общем, уставала. И два выходных, попадала мне в неделю, я тогда просто один выходной тупо валялась, ничего не делала. Я не любила вообще даже ни общаться, ни по телефону разговаривать. Мне хотелось просто отдохнуть физически, морально вообще. Прийти в себя. Ну, и ещё один выходной потратить на какие-то дела, там, в магазин сходить, купить продуктов, что-то, может быть, убрать, постирать. Ну, вот такая вот картина. Вот, поэтому... А сейчас у меня не такой ритм жизни, я не так сильно устаю, я могу днём там посидеть, что-то поделать или что-то не поделать. Ну, как бы так, плавное движение у меня. Нету таких резких никаких движений, поэтому я не так сильно переутомляюсь. Мне не нужен прям целый день, чтобы отлежаться в постели. Я иногда во влоге говорю, начинаю снимать влог и говорю, вот я постараюсь для вас снять борщ, получится ли не получится. И так получается, что влог у меня тянется, там, не знаю, бывает на несколько дней растянется. А борщ уже вышел, вы его уже просмотрели. А в следующем видео вы видите, что я говорю, что я только собираюсь его сделать. Так что такое может быть. Я уже буду стараться вам заранее не говорить, что я собираюсь сделать. Потому что это может выйти раньше, чем влог сам по себе. Но так как сейчас зима, в основном дома, и дома как бы одно и то же. Новых событий мало, поэтому влог затягивается. Сейчас, если бы было лето, например, да, чтобы на улице гулять, там, на качелях, там, я не знаю, на площадке на детской, туда пойти, туда пойти. И уже было бы больше, что снимать. И скорее бы я просто сворачивала бы блок, выпускала и, допустим, начинала бы следующее. Но пока все. Скачивание у меня сейчас заканчивается. И пока до садика у меня еще есть 2,5 часа, я немножко помонтирую сейчас. Потом вернусь к вам. Занять ребенок. Ты занят, ребенок. Всем доброе утро. Наступил новый день. Заварила я себе кашку. Овсяную. Сейчас я покажу вам, в чем разница между овсянками голубая и оранжевая. Состав посмотрим. Вот моя овсянка, я ее заварила. Девочки, хочу вам сказать. Это вот пакетик оранжевого цвета. Что здесь мы видим в составе? Хлопьи овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные. Сахар, ананас сушеный, персик сушеный, соль, ароматизатор. В общем-то, больше ничего. Кто-то написал, что здесь есть пальмовое масло. В общем, пальмовое масло здесь нет. Это вот та кашка, которую я люблю. А вот голубого цвета, она идет со сливками. Вот здесь уже есть пальмовое масло. Вот пальмовое масло содержит и куча всяких ешек. Вот эти вот ешки, они тут есть. То есть, вот эту кашу я ее не люблю и, наверное, и не зря, что я ее не люблю. Пальмовое масло и ешки. А здесь 4 злака. Здесь только злаки и сушеные фрукты. Ни ешек, ни пальмового масла здесь нет. Поэтому вот такую кашку берите и кушайте на здоровье. Денечка, так интересно наблюдать, как стирает машинка стиральная. Прямо лег под дверью. И смотрит, как стирка у нас там идет. Все, постелил себе тут коврики всякие. Да, Деня. Здорово смотреть, да, как там стирает машинка стиральная. Что ты уже тут умастился, постелился вообще. Все, горшок у тебя теперь для другого применим. А на горшочек сходить куда-то теперь пойдешь. Не приставай ко мне, бабуля. Не до этого мне, да? Ой, ты кривляка. Ну, полежи, полежи, отдохни. А то ты устал, наверное. Ты обезьянка маленькая. Какая маленькая обезьянка у меня. Прячься в одеялке, прячься. Прятался? Ай, любимая одеялка. Деня кушает я, баблочка. Смотрят детские свои. Денечка, а что ты носочек снял и на голову положил? На голове пусть носочек полежит. Так лучше будет, да? Ну, вроде как шапочка, да, у тебя? Это шапочка у тебя такая? Вот смешной. Нельзя бывает такой забавный. Вот так у нас начинается утро. Все, Деня проснулся и давай. Я тебя снимаю. Попрыгунчик. Покривляться теперь надо. Да, на камеру. Снимаю тебя. Вот так, вот так. Вот. Все. Вот так. Это вы заятку так в садике делаете, да? Надо. Всем доброе утро. Скажи, привет. Привет, привет всем. Вот. Мамулечка наша поехала на курсы, а мы дома вдвоем теперь на хозяйстве. Да? Да. Деня будет мне сегодня помогать по хозяйству. Хотя мы делать ничего не будем. Просто приготовим рыбку сегодня на пару. Да? Сейчас покажу вам какую. Все, ты повоображал? Всем привет сказал? Привет, привет. Скажи, привет. Скажи, привет. Привет. Ой, молодец какой. Ой, какой молодец. Сегодня на обед я буду готовить рыбку. Я вот в этот раз купила минтай. Филе минтая. Думаю, попробую. Ланча брала минтай целиком. А тут я решила, что филе надо попробовать. Рыбки, я смотрю, крупные здесь. Ну, сейчас она просто размораживается, а потом я сделаю в мультиварке на пару. Ну, отдельным видео не хочу снимать, потому что там делать нечего. Ну, а себе на завтрак я, как всегда, заварила овсянку. Денечка? День, будешь банан? День, ты кушаешь печенька? День, ты кушаешь печенька? Скажи, печенька. Печенька. А где у тебя звезда? Звезда, покажи. Покажи, где звезда. Печенька. Скажи, звезда. Вот это звезда. Скажи, звезда. Печенька. Девочки, мой минтай разморозился. И вот половину от упаковки я положила вот на доску. Просто, чтобы визуально вы знали. В упаковке там 800 грамм 4 штуки. Вот ровно половину я взяла. То есть, один кусочек рыбы приблизительно это будет 200 грамм. И рыбу в день кушать, порция, это где-то 180-200 грамм можно. То есть, вот одним таким куском наесться можно вполне. Рыбку я порезала и посыпала солью и приправой. Ну, у меня вот такая приправа. В принципе, любая приправа для рыбы подойдет. Ну, чтобы она немножечко была ароматная, вкусная. Вот. И немножечко картошечки я тоже порезала и присолила. Ну, вот так вот я все выложила на решетку. Картошечку, рыбку. И все. Теперь я закрою и поставлю режим пароварка на 30 минут. А потом можно будет просто все уже брать и кушать. Вот у нас закончилась программа. Я хочу посмотреть, что там. Аккуратненько. Открываем крышку. Ну, вот. Вуаля. Вот рыбка на пару и картошечка готова. Картошечка вся целенькая. Вот она вся, собственный сок. Все в ней внутри осталось. В общем, все такое прекрасное. В общем, можно накладывать и кушать. Вот так все быстренько получилось. Будем обедать. Ну, картошечку я, может быть, чуть-чуть съем. Я сейчас позволяю себе иногда картошечки чуть-чуть поесть. И там, может быть, один-два хлебушка в день поесть. Но чтобы вес удержать, чтобы не набирать и не худеть, пока вот я так. Сейчас новыми силами буду худеть дальше, но это чуть-чуть. Позже посмотрю по ощущениям. Пока что я вес держу. Так что мне можно. Ну, еще салатик порежу и будет обед. Вот такой у меня сегодня будет обед. Я сегодня позволю себе картошечки поесть немножко. Ну, все это будет без хлеба. Так как у меня сейчас идет удержание веса, а не похудение, то картошку иногда вареную или на пару можно поесть. Вреда не будет. Аппетитненько выглядит, правда? Уже хочется кушать. Девоньки, я так быстро все съела. Думала, снять или не снять. Ну, в общем, уже половину съела и потом только подумала. Ну, а в общем-то, что снимать? Как я жую, в общем, не сняла. Но хочу вам сказать, обед получился очень вкусный. Рыба такая мягкая, она такая нежная. И она прям сама вот туда раз. Кусочек картошки тоже нежный, туда тоже раз. И, в общем, я раз-раз-раз быстро все это закидала, наелась и получила удовольствие. Очень-очень вкусный обед получился. Просто нереально. Сделайте вот так на пару. Рыба вообще на пару мне очень нравится. Она получается вкусная, нежная и прям вся, вот, все в ней. Не выварено, когда вареная рыба, там что-то выварено, она уже не такая жареная. Там масло жареное, вредность, вот это все. А это вот то, что нужно, и картошка. Она мне нравится на пару, кстати, лучше, чем вареная. И она полезнее, чем жареная. Очень вкусная. Сделайте приятного аппетита. Где Дэнни в домике? Заходи в домик. Заходи. Аккуратненько, тихонечко, не сломай свой домик. Ложись там. Что там у тебя? Ну-ка, покажи. Вот, Андеря. Там подушечка, одеялка у тебя. Где тут Дэнни? А я тебя вижу. Привет. Куда? Привет. Ложись, накрой у тебя одеялком. Давай, под одеялко, залазь под одеялко. Как там Дэнни спит у нас? Покажи, как ты спишь. Покажи, как ты там спишь. Ой, Дэнни. Ой. Залазь в домик. Вот, Дэнни в домике спрятался. Что там Дэнни делает? Он там лёг полежать, поспать. Привет. 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 Садись в машину и поехали. Бибиб. Поехали. Вот интересно, те, кто делают такую игрушку, они вот думают о том, что номера вот такие вот делают. Мне интересно. Вообще, можно было какие-то другие номера сюда прицепить. Три-три-шестёрки. Или это так? Прикол такой. Странно. Игрушка. Давно забытая старая игрушка, всё равно, что новая. Голову моет, да, Дэнничка? Давай, помой тебе всё. Всё тебе помоем сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Чай-грушка. Награться ещё в воде пока. Поплескаемся чуть-чуть, да? Вот она, лялечка. Вот она, лялечка у нас искупанная такая. Вот она. Ну-ка, прячься. Вот он весь в одеялке. Вот он стоит, сидит у нас. Это такой малыш, маленький. Такой вот куклёныш. Это у нас куклёныш, да? Вот бабушкин такой куклёныш, маленький. И сладенький такой куклёныш у нас. Всё, будем вытираться. Вот такой у нас куклёныш, искупанный. Искупанный куклёныш сидит. Вся бабушка оденет его. Ну, вот так мы сушимся, смотрите. О, фена. Так, тёпленький воздух. Дыня пока мультики смотрит. Или что-то там в телефоне лазит. А мы посушимся, да? Вот такой хороший, тёпленький воздух. Ну, вот мы и посушились. Всё, прекрасненько. Всё, Дынечка, можешь идти, зайка. Всё, бери телефончик, иди. Прелестный ребёнок. Я тоже хочу в эту игру играть. Вот, правильно, туда поставил, куда надо. Вот эту можно ещё поставить. Вот, маленькую тоже. И всё, большую уже не поставишь никуда. Ой, без меня справляешься, да? Молодец, соображаешь. Что, куда? Ну, иди за столик, садись и играй там. Иди. Ну что, на этом мы, наверное, влог будем заканчивать. У нас воскресенье подходит к концу. Мы наигрались, накупались. Дынечка, а ты скажешь всем пока? Скажи, пока-пока. Давай. Пока-пока. Пока. Пока. Всем, кому понравилось моё видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok